здравствуйте приветствую вас на канале виски мания этот обзор продолжает тематику русских виски напитков которые на своей этикетке имеют слово виски и выпускают их предприятия которые расположены и зарегистрированы на территории россии сегодня два представителя из этой группы наки томпсон купажированный шотландские виски и для ныглс купажированный солодовый шотландские виски с выдержкой 6 лет производит их группа компании alvisa у нас в ставрополе сама группа компании в россии имеет два завода это ставропольский виноконьячный завод и минераловодский завод виноградных вин не так давно обзавелась группа компаний подразделением в эдинбурге которая отвечает теперь именно за виски специалисты ездят по шотландии отбирают виски доставляют их сюда и уже здесь в ставрополе на заводе их купажируют и развивают по таким замечательным бутылкам бутылки действительно имеют очень интересное оформление у нас в россии с этим никогда проблем не было взять например прилавки с водкой подойдешь и ахнешь как правило содержание бутылки намного меньше в разы дешевле чем сама стеклотаров которые они представлены то ли дело в шотландии все аскетично и скромно консервативно простые бутылки незатейливые упаковки у нас все наоборот между прочим компания alvisa производящая коньяк старейшина последнее время сильно экспериментирует представлено очень много различных бутылок экспериментирует с формой с оформлением с коробками и теперь вот новые продукты в виде купажированного шотландского виски представлены у нас на прилавках достаточно интересно на мой вопрос компании кто же занимается дизайном кто производит данные бутылки пока ответа так и не последовало а будем благодарить этого человека на так сказать заочно и не знаю кто он давайте поближе познакомимся с напитками номер один это наки томпсон бутылочка видите оформлена со стильными гранями здесь форма перегонного куба подчеркнута но толстое увесистая бутылка брендирована здесь надпись наки томпсон изображен человек в шляпе и дата основания группа компании 1969 год присутствует это дата создания одного из заграничных по моему испанских подразделений есть информация о том что напиток дистиллированно выдержан шотландии что в составе солдовые зерновые дистилляты и подпись мастера купажа тоже присутствует по информации из контр этикетки видим сразу что это гост 33 281 информация о том что это виски купажированный выдержка три года в составе напитка осталось его только здесь разглядеть все очень мелко дистиллят висковый шотландский зерновой выдержаны не менее трех лет дистиллят висковый шотландский солодовый выдержаны не менее трех лет а вода питьевая исправленная натуральный краситель сахарный колер изготовителя здесь ставропольский виноконечный завод про изготовлен и произведена и и развита под контролем алвиза виски скотланд лп содержится информация между прочим о том что это оригинальный купаж пяти сортов солодовых и зерновых висковых дистиллятов произведенных и выдержанных в шотландии в 250 литровых бочках из американского дуба и далее идут небольшие дегустационные заметки очень хорошая информация и очень приятно что производитель указал количество спиртов которые попадают в этот купаж давайте с напитком будем знакомиться наполним бокал для того чтобы чуть позже я смог описать его характеристики пробка здесь видите серьезную с датой основания группа компаний так номер один сегодня на обзоре это купажированный виски наки томпсон близкие шотландии но бутилированный у нас на территории россии вторым образцом выступает glenn eagles blended malt скотч виски шестилетней выдержки по оформлению тоже вопросов нет тяжелая бутылка дно впечатляющие тоже интересная форма горловины выступающие буквы с небольшим золотым напылением символ данной линейки орел высокогорье шотландии указание о том что напиток дистиллированный выдержан в шотландии 6 лет выдержки здесь все как на винтажных лимитированных релизах дата перегонки спирта у меня 2011 дата бутилирования год 2018 номер бутылки у меня 04 1286 указан тип бочки в которой выдержан напиток это американские дубовые бочки и подпись мастера купажа все очень серьезно можно сказать по взрослому здесь контр этикетки нет сзади красуется вот такой как его называют дебос вдавленный силуэт этого орла беркута он же кстати присутствует и на других бутылках у меня емкости обе 0 7 литра а в продаже есть фляжки 200 и 500 миллилитров тоже замечательно брендированы произведено и разлито под контролем алвиза виски шотландия на заводе ставропольском виноконьячном это ставропольский край город ставрополь на старомариевское шоссе дом 20 очень мелко тоже написано здесь но это понятно что орел здесь занял все место нужно сбоку было уместить и итак это виски солодовый гленныглс выдержка 6 лет состав в дистиллят висковый шотландский солодовый выдержаны не менее 6 лет вода питьевая исправленная натуральный пищевой краситель сахарный колер простой дата розлива указана на бутылке и здесь информация о том что благородный купаж четырех сортов солдовых висковых дистиллятов произведенных и выдержанных в старейших вина вискокурнях вот здесь вискокурнях шотландии выдержка не менее 6 лет в 250 литровых бочках из американского дуба и дальше небольшие дегустационные заметки указание на гост 33 281 также присутствует точно также все запечатано в красивая шотландская разрисована либо пленку либо бумагу пробка такая же тоже с указанием дата основания группа компании alvisa все напитки в бокалах пусть они чуть-чуть подышат а я пока постараюсь вникнуть в историю и собственно говоря тему оформления данных релизов наки томпсон кто же это такой оказывается что это прообраз реально существующего человека не так давно в соединенных штатах америки вышел сериал который на кабельном канале hbo транслировался и главную роль стив бушами исполнил как раз играл этого самого наки томпсона сериал пользовался популярностью подпольной империи он назывался и главное что прообразом этого наки томпсона был реальный человек времен введения сухого закона в двадцатые годы прошлого века на территории соединенных штатов звали его инок льюис джонсон и прозвище на кем получил именно из-за своего имени инок человек был непростой его отец дослужился в атлантик сити до должности шерифа и со временем с принял сына к себе на работу своим заместителем потом отец ушел сын стал шерифом с каждым годом начал набирать популярность влияние в политических кругах и стал чуть ли не самым главным человеком в атлантик сити и к тому времени когда в девятнадцатом году ввели сухой закон в конце девятнадцатого года он решил подсуетиться и организовать в городе атлантик сити так сказать рай для людей которые ведут праздный образ жизни он пошел наперекор всем властям организовал подпольную группировку частично легальную частично подпольный атлантик сити стал таким городом развлечений во всей америке все было плохо чуть ли не великая депрессия всех мучила атлантик сити оставался таким раем для людей которые хотели отдохнуть выпить покутить азартные игры все к вашим услугам в атлантик сити в эпоху сухого закона удалось создать самый большой порт куда доставлялся нелегальный алкоголь чуть ли не со всей планеты люди приезжали и город действительно был такой небольшой обдушенный сам макер томпсон на самом деле это джонсон да он вспоминал те времена говорил что когда было хорошо мне вокруг было хорошо всем человек действительно знал толк в жизни он жил в рицкарлтон занимал целый этаж 8 построил даже специальный конференц-зал в то время это была фишка со всей страны приезжали бизнесмены для того чтобы проводить там встречи по развитию и планированию бизнеса он стильно одевался здесь вот это оформление его шляпа это как раз дань реальному человеку он всегда ходил в черном костюме на лацкане пиджака была розовая гвоздичка он с ней не расставался очень любил красивую роскошную жизнь ездил на сине зеленом и лимузине с личным водителем стоил он тогда 14 тысяч долларов а доллары тогда были совершенно другими не то что сейчас и уже потом когда накрыли анаки выяснилось что каждый год он чуть ли не по полмиллиона долларов имел каких-то различных полулегальных и официальных в том числе отчислений в общем как сухой закон закончился он ушел на покой на его повязали забыл и дела и он должен был съесть тюрьму на 10 лет правда сидел всего 5 и в сорок пятом году уже вышел на свободу в шестьдесят восьмом году спокойно скончался в родном атлантик сити в санатории для престарелых людей в общем человек был интересный и после того как он даже освободился его всегда приглашали на все мероприятия в городе на все праздники был почетным гражданином атлантик сити штате нью-джерси вот видимо честь этого человека может быть кто-то любил и зал вис этот сериал и решили выпустить данный напиток странно что напиток шотландский как бы да а относит нас в эпоху соединенных штатов америки времен сухого закона что касается подписи мастер-блендера это действительно известный в мире человек уважаемый в мире виски человек рон уэлш он кстати не совсем к виски пришел сразу сначала он закончил университет по специальности инженер химик и работал первое время чуть ли не 7 лет на металлургическом производстве потом что-то ему там надоело он решил переучиться снова поступил в университет получил степень магистра по информационным технологиям но с работой в его городе он корше по моему было все плохо пришлось им устроиться на работу менеджером так подработать где-то на винокурню но с тех пор он потихонечку все ближе и ближе становился к лаборатории начал оценивать вкус и то есть общался с интересными людьми и со временем пришел к тому что стал сам купажировать виски с 2017 года это мастер-блендер бим сантори очень известные и крупные компании теперь под его руководством лафройк бомо а ким тошин это гленгири эрдмор вместе с тичерсом плюс еще линейка я целых ирландских виски человек постепенно шел к этому и теперь очень уважаем в мире виски на самом деле сам он с виски сначала не подружился 18 лет когда ему было на свадьбе ему предложили попробовать вайтон макей и он что называется не пошел на долгие годы человек с виски расстался потом попробовал 12-летний балан танец и и теперь его любимые напитки это бомо 15-летний дакерст затем он по моему называла кинтошин бладаук и 18-летний лафройка который теперь днем с огнем не сыщешь все последние эксперименты на лафройке с бочки с бочками с различными до выдержками это его урок дела то же самое касается гленгири и бомо на этой бутылке тоже этот человек поставил свой автограф значит компания алвиса все таки нашла какой-то подход вот это для меня странно вроде бы человек в бим сантере занимает не последнее место и тут согласился подобрать бочки и даже поставить свой автограф на данной бутылке а уж если эта подпись стоит значит внутри действительно что-то стоящее и достойное нашего с вами внимание по оформлению глен игла здесь у нас использована тематика беркута высокогорного шотландского орла самого крупного хищника в семействе ястребинах который охраняется сейчас государством в 50-е годы прошлого века его сильно истребляли а его родной ареал обитания это торфяники болото и вот люди которые добывали виски торф для виски конечно потихоньку орлов вытесняли теперь вот отдают им дань на самом деле все не так плохо есть заповедники где специально разводят птицы действительно большие туловище метр в длину размах крыльев два с половиной метра зрение 8 раз лучше человеческого зайцы с двух километров видят ну и тут же ловят наверное и съедают его вот этот орел использован в качестве оформления беркут один из символов современной шотландии очень интересные бутылки очень интересный подход в оформлении будем надеяться что у алвисы еще остались какие-то задумки какие-то темы для того чтобы продолжить и развивать данные напитки давайте попробуем их продегустировать номер один сегодня наки томпсон купажированный шотландские виски из ставрополя аромат классический для шотландского не сильно выдержанного дистиллята мягкий цветочный я бы даже сказал воздушный небольшие намеки на сахар и карамель немного ваниль и чуть-чуть сена солодовых оттенков да он производит впечатление чуть-чуть медово-сладкого карамельного и чуть-чуть слегка солодового примут не скажу даже что зернового дистиллята очень мягкий и приятный оттенок в аромате намек над дым и торфа здесь не ощущается очень легкая ванильность у меня традиционно для таких напитков описание это ваниль цитрусовые и чуть-чуть солода с оттенками какой-то соломы все очень приемлемо классический спейсайдовый аромат очень интересный номер два это для ныгл с шестилетней выдержки купажированный солодовый шотландский виски я здесь сразу на контрасте чуть чуть менее интенсивное испарение спиртов более сложный оттенок менее насыщен вот этими ванильно-цитрусовыми оттенками есть какая-то легкая парфюмерность все-таки здесь не такой сладкий напиток есть уже какие-то темы легкого намека на дым все тоже цитрусовая тема и деревяшка здесь уже есть немного дерева чуть-чуть как бы такого орехового оттенка но не очень сложный довольно таки ну чуть-чуть плосковатый конечно аромат нет какого-то сильного развития давайте попробуем на вкус номер один наки томсон а вот на вкус зерновые спирты уже выпирают значительные здесь всего 5 очень здорово что производитель написал количество спиртов в наше время это такая редкость всего 5 зерновых и солодовых спиртов жалко не указано каких 10 лирий но если рон уэлдж поставил свой автограф наверное это действительно не последние бочки шотландии и наверное выбирали из чего-то хорошего да немного немного рисковат чувствуется что здесь зерновых спиртов многовато все такой же легкий ванильный чуть-чуть карамельный чуть-чуть даже жены какой-то карамели присутствует легкое дымные на финише идет ароматическое какое-то воздействие то есть куда-то в нос ударяет какой-то легкий дымок сладкий лимонно-цитрусовый напиток каких-то особых ароматов на чуть-чуть деревяшки может быть есть до бочка присутствует все так как было и на аромат в целом неплохо но чуть-чуть рисковат теперь переходим к солодому варианту глинглс довольно сухие спирты сухие мягкие сдержанные приятный яблочный оттенок это какой-то чизкейк да очень интересный сразу уходит в аромат костра легких угольков более интенсивное дымное послевкусие приятное воздействие обжигающие но послевкусие все-таки короткое несмотря на то что на бутылке заявлено или на сайте не помню где что послевкусие продолжительное нет как-то финиш быстро растаял послевкусие не ощущаю пока до яблочно чизкейковый оттенок чуть-чуть медовый сразу сильно скатывается финиш на обгорелое дерево бочки какой-то солодовой темы особого дыма торфа здесь не ощущается и очень сильное искрение во рту на послевкусие то есть спирты продолжают играть такой костерок разыгрывается по продолжительности даже в начале такого нет сильного перечного воздействия какое появляется на финише напитки оба достойные к сожалению ни один из них не произвел у меня кого-то яркого впечатления они ровные в наки томпсон чуть-чуть сильное выраженное зерновое влияние чуть-чуть его бы сгладить может быть выдержка пошла бы на пользу но что касается глин игл за он все-таки молодой достаточно молодой напиток чуть-чуть островат и не такой яркий как хочется нам от солдовых купажей но за те деньги по которым они представлены в розничной сети придираться к ним я думаю бессмысленно тем более эксперимент у альвисы достоин всяческих похвал надеюсь что мы увидим еще новые релизы по цене наки томпсон и глен иглс практически схожи единственное что орел стоит в среднем рублей на 200 250 чуть выше встретить их можно в рознице от 500 до 1700 рублей соответственно глен иглс будет чуть дороже стоить по акции оба встречаются от 600 до 900 рублей довольно часто поэтому если вы захотите с ними познакомиться однозначно рекомендую тем более не поддержать отечественного производителя в данном случае но никак будет нельзя оба напитка прошли сегодня это испытание уверенно и я думаю что оба прошли его достойно спасибо за внимание до новых встреч к